Сельхозтехники На сегодняшний день техника позволяет получить до 30 параметров привязанных к каждой точке размещения на поле, да, условно скажем так Помимо этого есть проблема с тем, что на рынке представлено достаточно большое количество вендоров техники Это и Квас, и Джон Дир, и Кейс и так далее и тому подобное Этот список, можно сказать, бесконечный но у нас возникает вопрос в том, чтобы мы в единообразном формате, в единообразном подходе могли получать информацию и соответственно она была, во-первых, сравнимая, релевантная и мы могли ее анализировать В общем-то этими вопросами мы и занимаемся то есть мы собираем информацию с различных поставщиков, это может быть и наша отечественная техника это может быть и зарубежная техника, у нас есть системы интеграции с различными климатическими облаками, которые на сегодняшний день практически у каждого предприятия представлены, но мы забираем эти данные и осуществляем климатическую обработку Тема моего доклада на самом-то деле это вопрос связанный с контрольно-упорочной компании, почему? Потому что, когда мы говорим об экономическом эффекте сельхозпроизводства если мы неправильно производим и неправильно оцениваем саму уборку, то, соответственно оценить эффективность той или иной технологии, применимой в рамках поля в контексте производства, ну, практически невозможно и эта оценка будет некорректной и, соответственно, мы должны конечный результат конечным результатом является именно уборочная компания, быть уверены в том, что она достоверная, это самое главное и мы должны посчитать производственные потери в общем-то в этом процессе, потому что возникает ряд вопросов, которые мы оставляем иной раз без внимания ну, теперь, собственно говоря перейдем к самому кейсу такие основные задачи мы преследовали при реализации программно-аппаратного комплекса это наблюдаемый сценарий уборочной комбании он состоит из нескольких составляющих, первое это мероприятие, которое предшествует уборке, это контрольные копки контрольные обмолоты и, соответственно, их достоверность следующая, прозрачность цепочки движения урожая ну, это вопросы, связанные в общем-то с перевалкой зерна поля-тод-левак либо там светлопункт, либо и, соответственно, мониторинг и анализ потерь при уборке то есть, насколько эффективно у нас прошла уборочная компания соответственно, мы должны оценить сколько мы урожая оставили в поле и, соответственно, мы благодаря этим вещам можем оценить собственно говоря, эффективность предшествующих технологий которые были использованы при воздевании поля-тодинокультуры в части результата мы ожидаем и, в общем-то, и получаем определенные и измеримые показатели по минимизации рисков хищения урожая так называемый антифрон минимизация рисков технологических потерь урожая то есть, это связано, может быть и с недостаточностью техники привлеченной, и с простоями техники и с неэффективным ее использованием в рамках технологического процесса также очень важный вопрос это минимизация отклонения от сроков уборки потому что все прекрасно понимают что, если мы не в оптимальные сроки убираем, то мы допустим, по зерновым один день, один центр с гектара можем потерять соответственно, это прямые деньги, которые мы можем получить это те деньги, которые являются элементом эффективного, в общем-то, гектара на каких принципах это базируется? то есть, мы вначале осуществляем сбор данных в общем-то, это наша специализация это сменное планирование, это учет факта это контрольные мероприятия как говорил я ранее, это копки либо контрольные обмолоты дальше возникает вопрос связанный уже с самой уборкой это контроль погрузки комбайн-транспорт контроль разгрузки транспорт-склад и, соответственно, нужно понимание связанное и с простоями и с движением и, в общем-то, со всеми рисками, которые происходят при транспортировке данный программно-обратный комплекс собственно говоря мы вам представим далее и коллеги из Парватора покажут именно инженерно-техническое решение и расскажут, как оно работает в вестибюле то, что мы сейчас продемонстрируем, ну, можно сказать так на пальцах, будет отображено автоматически в системе, то есть на сегодняшний день полностью расстроен стенд помимо этого возникают вопросы, связанные с контролем параметров уборочной компании и вещи связаны это объем это сроки это урожайность это потери мониторинг работы уборочной техники по различным параметрам включают производительность гектар в час литров ДСМ на гектар ну и отсюда мы получаем вопросы, связанные с именно оценкой эффективности каждого сотрудника задействованы в производственном процессе эффективности, собственно говоря есть в каждой инице техники в данном случае мы привели примеры скриншотов и вообще бизнес процесса связанного со сбором данных он включает в себя первое это планирование использования техники в уборочной компании второе это заполнение факта сельхозработ выполненных уже в поле то есть это посредством мобильного приложения которое работает оффлайн выдается полевому агроному либо надзорным каким-то структурам в предприятии которые соответственно в рамках поля на месте уже заполняют результат без отрыва от производства без использования бумажных носителей дальше возникает вопрос насколько корректно информация предоставлена для этого мы получаем данные из объективных источников это трекеры это различные датчики с техники это может быть и уровень заполнения бункера и работа жатки и так далее ну то есть достаточно большой массив информации и соответственно для того чтобы мы все это корректно сделали нам необходима информация о контрольных мероприятиях то есть фактически мы должны рассчитать дебеты полей мы должны рассчитать исходя из дебетов полей нагрузку на технику мы должны рассчитать необходимость в автотранспорте мы должны понимать какая должна быть у нас рейсовость и мы должны понимать собственно говоря в состоянии или принять этот объем урожая здесь и сейчас там свеклопункт элеватор ток потому что это является бутылочным горлышком и собственно говоря при уборке здесь возникает вопрос баланса об этом будет сказано далее но эти мероприятия мы должны запротоколировать они должны быть достоверны они должны быть проведены в нужное время в нужных собственно говоря локациях в поле помимо этого существуют вещи связанные именно с контролем основных параметров то есть мы агрегируем информацию от поля до уровня предприятия до уровня холдинга это контроль сроков и объемов уборочных работ которые необходимо провести контроль урожайности и потери и качества то есть это фактически информация о ходе уборочной компании в рамках которой мы понимаем сколько какой процентовка у нас выполнена ну и соответственно из других источников мы определяем причины почему мы допустим отстаем от оптимальных сроков либо мы их перевыполняем либо что-то по каким-то показателям допустим по объемам уборки ну мы не вписываемся в плановые вещи помимо этого мы постоянно сверяемся и постоянно для планирования считаем контроль производительности уборочной техники потому что там в зависимости от погодных условий может быть и полигания может быть и наоборот то есть здесь сказать что если мы будем убирать быстро то мы получим меньше урожайности если мы будем убирать медленно то мы получим выше урожайность но это все равно корректирует именно количество рейсовости автотранспорта необходимого для вывоза и существенно влияет именно на фактуру хода уборочной компании ну и очень важный момент тоже такое метрика и индикатор это контроль простоя в технике то есть простой как правило автотранспорта говорит о том что либо если простой в поле то значит производительность ниже и соответственно не будет выполняться рейсовость либо простой перед разгрузкой соответственно это говорит о том что неправильное планирование неправильное согласование планов уборки и планов приемки готовой продукции но в любом случае это характеристика именно неэффективность использования автотранспорта в ходе уборочной компании общая принципиальная схема выглядит таким вот образом ну я наверное в этот момент передам микрофон нашим коллегам из для того чтобы они рассказали о используемых сценариях именно в поле для контроля и идентификации перевалки для вещей связанных именно с пониманием и прозрачностью процессов транспортировки готовой продукции уже до дне сохранения ну и соответственно они покажут на практике у нас развернутый сформированный стенд именно функциональные возможности аппаратной части которые можно оборудовать комбайн для того чтобы реализовать озвученные ранее элементы необходимые для повышения эффективности контроля и прозрачности упорочной компании меня зовут Евгений компания я хотел свое выступление разбить на две части первую часть рассказать как раз о реализации аппаратного решения в рамках совместного проекта с компанией и во второй части буквально в двух словах немножко рассказать о компании о том чем мы сейчас занимаемся в какую сторону движемся и что планируем вот здесь демонстрационные чемоданчики сейчас буду включать различные красивые кнопки но это не просто кнопочки в коридоре потом сможете в программе посмотреть именно отображение идентификации и расскажу в целом о решении задача стояла предельно простая организация контроля уборки зерновых на всех этапах начиная с поле разгрузка в поле выгрузка зерна и приезд на лесовые там соответственно разгрузка таким образом это было реализовано во-первых оборудование которое здесь представлено на демонстрационном стенде это терминал бортовой который имеет такие уникальные особенности начиная с того что минимальные размеры интегрированы полностью там антенны gsm gps одновременно может общаться с четырьмя серверами производить обмен данных то есть это очень удобно для например либо различного сегмента клиентов вот либо для организации различных различной степени контроля и доступа соответственно данным вот дальше блок реализации логических логического взаимодействия оборудования устанавливаемого на технике с исполнительными органами того же комбайна который позволяет реализовать одновременно двадцать пять логических сценариев рифеет считыватель метки камера ну и ключи далась значит комбайна оборудовался бортовым терминалом блоком реализации логических сценариев и рфин считывателем кроме того установилась камера на камаз камаз соответственно оборудовался меткой такой активной и работала схема следующим образом значит во время уборки во время уборки зерна соответственно контролировались параметры включена жатка вот опущена она или поднята вот соответственно зазор под барабане наличие оператора в кабине включен дальний свет открыт глаз зерновой бункер попытка выгруза при сложенной трубе выгрузного шнека включение самого выгрузного шнека вот уровень зерна в бункере там 75-100% и соответственно забивание сломатрица но это могу сказать только это лишь часть параметров просто если я тут все сейчас утыкаю лампочками то в действительности скажу так что контролируется причем контроль осуществляется снятие информации из цифровых шин в частности коншины некоторая техника она достаточно имеет богатую информацию у этих цифровых шин ну там порядка до 100 параметров вот значит снимается информация как цифровых шин так соответственно есть возможность с помощью вот этого блока преобразователя различные сигналы в других форматах преобразовывать и сводить в единый протокол передачи данных и чем кстати хороша эта система то есть она может быть использована практически на любой технике будь то болесье будь то ростельмаш джунди там класс в базе наших устройств более двух тысяч моделей различной техники из них сельхоз порядка пятьсот сорока вот это включая комбайны включая трактора и прочее вот значит как я уже сказал во время уборки контролировались вышеперечисленные параметры а когда соответственно приезжала машина и для того чтобы значит реализовываться выгрузка система должна была распознать метку вот если метка соответственно распознавалась вот сейчас будет просто идентификация сделана метка распозналась загорелся вот соответственно снималась блокировка с выгрузного шнека и комбайнер мог начать выгрузку зерна если же машина не распознавалась то на автоматическом уровне включить соответственно выгрузной шнек было невозможно то есть в штатном режиме было невозможно вот соответственно в этот же момент делалось фото когда включался грузной шнек делалось фото автомобиля подойдет выгрузка и соответственно по окончании выгрузки когда выключался шнек машина когда уезжала соответственно уже включить угрузной шнек снова было нельзя кроме того при выезде за геозону можно было формировать как тревожные сообщения так и на таком же автоматическом уровне включать блокировку жадки то есть это уже у кого насколько хватает фантазии никакое будет техническое задание соответственно если попытка была выгрузной зерна не в свою машину соответственно формировалось так же тревожное сообщение в тех местах конечно где нет покрытия связи этот сценарий работал на автоматическом уровне но при попадании в зону покрытия в хронологическом порядке вся информация выгружалась уже на сервере переключить сейчас сюда вот ну и собственно говоря по такому же принципу был реализован контроль техники въезжающий на элеватор взвешивающийся на этапе разгрузки и соответственно обратно взвешивание вот здесь принцип достаточно простой и понятный то есть при въезде на элеватор при идентификации транспортного средства автоматически делалось фото информация передавалась на сервер вот при заезде на весы происходило взвешивание и после этого после того как машина разгрузилась проезжая снова через весы таким образом можно было понять сколько зерна привез этот камаз на хранилище на элеватор собственно говоря вот такая схема решения по контролю свою чужую значит скажу сразу достаточно бюджетный вариант в принципе есть вопросы которые нужно улучшить на перспективу доработать в частности увеличить допустим количество меток то есть количество техники которые может охватить один терминал есть вопросы которые еще нужно дорабатывать но в целом решение рабочее и достаточно бюджетное что далеко не мало важно вот могу сказать там что розничная цена этого комплекта ну в районе где-то в среднем вот с пяти до тридцати там с небольшим тысяч полностью на да это комбайн соответственно комбайн с учетом и терминала и камеры и блок расширения вот но сейчас кстати были пожелания по качеству камер сделать получше мы сейчас договорились с нашим отечественным производителем о том что уже делается камера в конце марта мы получаем тестовые образцы наконец-то наши потому что вот это нам пришлось покупать и подпрыгивать каждый раз от изобретений китайских товарищей которые там меняли протоколы в камерах и в общем нам нужно было быстро-быстро-быстро это все реализовать вот но тем не менее сейчас уже будет наша отечественная она будет дороже конечно но тем не менее очень хорошая оптика и достаточно качественное исполнение вот значит теперь вкратце буквально о том чем хороша вот эта система еще как я уже сказал в базе наших устройств более двух тысяч моделей и учитывая то что все данные с любой техники передаются в едином протоколе то есть вы можете в одну систему заводить данные с любой техники будь то КАМАЗ будь то Джульдир будь то Ньюхолланд не важно вот в стандартном едином протоколе кроме того значит у нас есть версии в которых реализуется диагностика удаленная что тоже очень важно когда особенно там допустим комбайн вдруг остановится посреди боли когда каждый час на вес золота и нужно оптимизировать выезд естественно бригады понимать что надо с собой убрать и что случилось вот значит кроме того есть терминалы которые позволяют допустим организовать непосредственно управление отдельными устройствами через цифровые шины вот ну и могу сказать что вот завод Брянс Сельмаш производство комбайнов в Полесье они решили использовать наши терминалы уже на установке на конвейере сразу вот та же самая история сейчас идет с Гомбелем Гомбелем Сельмаш тоже обратил внимание на то что мы из комбайнов в Десна Полесье фактически не используя никаких датчиков снимаем порядка где-то на данный момент около 70 пар разных и естественно используя преимущество оборудования в том плане что мы можем сделать отдельный трафик для завода производителя которому естественно ему не интересно там убранная площадь но ему интересно сколько времени осталось ДТО чтобы был вопрос там снимать гарантии или не снимать гарантии вот какой пробег и прочее и очень много динамических показателей важных которые собственно могут быть и не востребованы конечными пользователями и учитывая возможности то что одновременной передачи на несколько серверов можно организовывать различные уровни доступа в том числе и для интеграторов и для соответственно других пользователей организовать коммерческие трафики по различным интересующим сегментам параметров если какие то есть вопросы я передам слово дальше Денису есть какие то вопросы пожалуйста я еще дополню на самом деле несколько ключевых моментов первый из ключевых моментов на сегодняшний день стоит очень большой вопрос связанный с створом факта по технологическим операциям которые происходят в поле как правило нужно понимать кто из механиков водителей механизаторов находится в поле управлял тем или иным трактором тягом устройством и соответственно нужно четко понимать навесное оборудование как правило на сегодняшний день в практике используется то что эта информация заплывается вручную и в следствии она проходит определенный ряд искажений и эта информация необходима для закрытия путевых листов в общем-то для закрытия нарядов ну и в конечном итоге для закрытия актов по выполненным работам и внесения ТНЦ в поле в данном решении также представлена идентификация водителя то есть в принципе на одной платформе мы получаем идентификацию водителя и идентификацию на водственное оборудование дополнительно к тому что мы можем этим устройством в зависимости от сложившейся ситуации управлять допустим блокировать мы можем там блокировать использование опрыскивателя на чужой территории вне геозоны условно скажем но закрытие факта это очень специализированная задача для сельского хозяйства и соответственно необходимое ее решение именно в периметре производственного учета наша платформа эту функцию выполняет помимо этого то что было указано нашими коллегами по собранной информации то есть это аппаратная составляющая которая позволяет получить данные с техники дальше возникает вопрос как ее обработать и какие управленческие решения мы должны предпринять и выполнить да то есть должна сформироваться лента событий должен быть мониторинговый центр либо центр учета выполненных операций дополнительные которые находятся в офисе соответственно вот эту составляющую именно программу реализовываем мы помимо того что она выполняет достаточно достаточный набор функциональных возможностей именно на уровне программного обеспечения мы делаем абсолютно открытый протокол для внешних систем это может быть D1S это может быть любые другие системы это может быть SASBI это может быть соответственно САП условно говоря все зависит от рельефа который сформировался в предприятии протокол достаточно понятный он сформирован именно на основе РЭС протоколов то есть на сегодняшний день это грубо говоря реальность и стандарт де-факто описание сущности описание полностью всех объектов которые используются в системе имеют полную документацию соответственно либо со собственными силами интеграцию либо интеграцию с привлечением на аутсорсе возможно даже третьих сторон потому что информация и документация необходимая для реализации этой интеграции она присутствует то есть вот это основные отличительные моменты которые мы преследовали то есть полная прозрачность информации которая находится в системе и мы не преследуем той цели чтобы мы были замкнуты в том чтобы наша система не взаимодействовала с внешними системами здесь представлены допустим момент связанный с разгрузкой транспортных средств на самом деле эту информацию мы получали из трех источников если так рассмотреть эту ситуацию это были и эксельные таблицы это был и 1С и это были собственно говоря датчики то есть благодаря тому что платформа открыта это позволило нам реализовать различные сценарии получения информации именно для того чтобы сформировать сводную отчетность и получить полную просвеживаемость и управляемость уборочной компании на самом-то деле у нас есть еще ряд дополнительных кейсов но в рамках данного мероприятия мы решили остановиться в общем-то на одном если у вас есть вопросы как по реализации так и в общем-то по тому что мы представили вам готов ответить спасибо большое всегда приятно когда с чем-то осязаем приходят и действительно есть на что посмотреть вопросы были вопрос на самом деле достаточно много было давайте попробуем на какие-то на некоторые из них ответить в экспресс-режиме были вопросы по технической составляющей реализации вопрос номер один наверное такой важен достаточно возможно ли метку с одного КАМАЗа как контролируется вот привязка метки к конкретной технике вот смотрите на самом деле для КАМАЗа очень важно понять из каких бункеров из каких комбайнов мы собрали собственно то что он везет этот процесс на уровне отчетности реализован вопрос по поводу передачи то же самое задать вопрос паспорту собственно говоря грубо говоря всю меру ответственности другому человеку передать смысл здесь наоборот должно возникнуть желание у соседа забрать его метку и то есть соответственно метка является средством индивидуального пользования да то есть передать кому-то вот желания нету а вот забрать у кого-то есть но здесь уже возникает организационный вопрос кому была выдана метка и за сохранность как электронно-цифровой подпись для госуслуг используем мы можем же тоже передать но при этом мы передаем не только электронно-цифровую подпись госуслуг мы еще передаем всю ответственность за те действия которые сделает человек но здесь мы уже должны фактически эта модель доверия присутствует и здесь если рассматривать модель УРОС которая возникает с точки зрения реализации этого процесса ну да передать он может но он и передаст меру ответственности он будет отвечать потому что здесь поименный учет поименное понимание куда кто сколько и в какой интервал времени происходило и соответственно в рамках там трудового договора уже водитель автотранспорта несет полную ответственность потому что на момент транспортировки является материально ответственным лицом вот еще хотел бы я не хочу дополнить хотел бы дополнить да ну с точки зрения еще реализации допустим той же самой метки вот тоже по опыту просто лучше ее не прятать открыто ставить и клеить там самоклейкой пломкой ну это сейчас такой организационный момент потому что если как правило как только начинает метку прятать водитель ее сразу ищет а потом поскольку он как бы априори не знает ну или что я там не была я ничего не знаю мне еще не сказали ну с точки зрения именно организационного момента лучше открыто приклеили как говорит самоклейками стекло плембы, и вопрос о том, что местная метка исчезла, это уже чисто конвертный руководитель. Но это в том случае, если не используется какой-то вариант, можно использовать носимые метки. Здесь Денис совершенно правильно сказал, что это утрас его ответственность. Спасибо. Спасибо большое. Давайте еще один маленький технический вопрос, если возможно быстро попробовать ответить. Каким образом контролируется объем зерна, загруженного комбайном в бункер и объем зерна, доведенного до элеватора? Кроме фото еще было сообщение Хребецко, какие-то механизмы? Ну вот смотрите, что касается зерна в бункер, значит, там есть такие параметры наполненность бункера на 70%, наполненность на 100%. Эти данные снимаются. И, соответственно, что касается контроля, допустим, зерна, какой попал уже в КАМАЗ, непосредственно. Там, наверное, можно понимать, сколько бункеров выкружено из комбайна. И хотя бы примерно здесь же речь, конечно, не идет о точности там до нескольких килограммов. Понятно. Вот. Но, тем не менее, и выросло, к сожалению, оно не килограммами, а там намного больше не объемлемо происходит. Ну, в дополнение, наверное, я дополню, есть отчетность КАМАЗ и количество бункеров, с какого комбайна, из каких комбайнов оно пришло. То есть этого вполне достаточно для того, чтобы ввести, скажем так, бункерный учет при транспортировке от поля до места приема, соответственно. Это касаемо, в общем-то, достаточно любой операции. Мы, в данном случае, по зерновым рассматриваем, допустим, сценарий, допустим, по картофелю или по светле, либо использование кагатов. Это будет отдельный бизнес-процесс, адаптированный, в общем-то, под конкретную культуру. Если это кормовая база, то там тоже, возможно, реализация этих вопросов. Здесь самый главный момент, который мы должны учитывать, стоимость ответа на вопрос, то есть сам вопрос оценить в деньгах. То есть мы можем сформулировать вопрос таким образом, что ответ на него будет дороже, чем все техническое оснащение, то есть и смысл этого тогда реализации. То есть в данном случае мы говорим о том, что там определенная сумма денег, сопоставимая с, допустим, возможными рисками потери, да, то есть связанными с антифротом и связанными с транспортировкой. Если мы сформулируем задачу, допустим, учет, там, до форсунок, то оборудование будет стоить дороже, нежели мы потеряем связанные именно с антифротом. Здесь мы должны оценивать целесообразность применяемого решения. Спасибо большое. Ну давайте крайний вопрос такого характера. Имеет ли система автоматически принимать какие-либо решения, предлагать какие-то там мероприятия по совершенствованию, ну, например, логистических или еще что-то? И я от себя именно наполнил, планируется какое-то развитие этой системы вот в эту сторону? Ну, наверное, да. Здесь то, о чем я сказал, что система абсолютно открыта с точки зрения API и систематизированы, нормализованы все данные со различных источников информации и различных марок техники, да. Как было сказано, и джин-тирер, и болезнь, и класс. Ну, короче, что у нас есть, да. Дальше возникает вопрос, именно связанный с оптимизацией. Оптимизация на сегодняшний день возможна несколькими этапами, да. То есть, все говорят о искусственном интеллекте, но, собственно говоря, никто не понимает вообще, каким образом их... И что это такое, да. То есть, в принципе, для предиктивных моделей, для помощников именно роботизированных системы готовы предоставлять данные. Есть определенные наработки по этим вопросам, и о них будет сказано на самом-то деле тоже дальше у докладчиков. С точки зрения именно вещей, связанных с бизнес-логикой, да, и бизнес-процессами, система генерирует ленту событий. То есть, фактически, есть некая инициация, простой, более 15 минут. Что должен сделать человек? Это определяется административно. Он должен позвонить водителю, поинтересоваться, причина простая. Простой больше 30 минут. Ну, я, к примеру. Соответственно, полученный результат он должен интерпретировать в системе, а дальше агрегированные данные уже подлежат анализу, управленческому учету, оптимизации, усушки нормативов, усушки простоев, усушки той же самой перегонов техники. Потому что, ну, что такое перегон техники? Это два дня потеряно, на самом-то деле. А здесь вопрос времени. И целесообразности это вообще принципиально при перегоне оценки этого. Ну, здесь, соответственно, информация имеет место быть, а дальше модели анализа и модели принятия решений, они, собственно говоря, очень кастомны для каждой организации. Если можно было сделать копипаст всех сельхозпредприятий и решений, которые у них там присутствуют, но это было бы сделано уже давным-давно. Так как каждое предприятие в своей роде уникальное, соответственно, необходима подстройка именно под те бизнес-процессы, которые у него есть. Но именно события, они сами по себе присутствуют. А вот как их отрабатывать этим ресурсом русским, это уже вопрос офлайн, вопрос управления. Ну, еще с точки зрения автоматизации, да, возможно ли там система самостоятельная штука. Да, как раз вот я о чем и говорил, что условия их отсутствия там, допустим, связи и прочие сценарии реализуются в автоматическом режиме. В частности, вот взаимодействие исполнительных устройств с оборудованием, которое установлено. Вот как раз рассчитано на то, чтобы минимально, допустим, на сервере было реализовано каких-то управляющих команд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова